Продолжение следует... Также меня интересуют обращения в правоохранительные органы телеведущего Юрия Кота, которые пострадали явно не от правоохранительных органов, а от представителей свободы, от каких-то бандитов, которые тоже не установлены, от некой охраны Евромайдана так называемой. Есть ли заявления этих людей в правоохранительные органы? И почему у нас в нашем мониторинге, я покажу особенно для журналистов, это будет интересно, он у нас оказывается кастрированный. Эти случаи, которые всем известны, которые есть в интернете, они здесь не зафиксированы. Почему у нас такое однобокое отношение к этому? Почему мы опять журналистов делим на своих сукиных детей и не своих? Почему мы одних защищаем, а других мы просто в упор не замечаем? По этих справах кто-то из прокуратуры может поинформировать? Есть такие заявления? Нет, это ваши отношения как политиков, которые умышленно их просто в упор не замечают. Я не собираюсь тут спорить с представителем свободы, у которого рила в пуху в отношении этих конфликтных ситуаций. Это заинтересованная часть. По факту побития Юрия Ката проваджения зареєстрована, расследование проводится. По двух других прозвищах, которые вы озвучили, мы проверим додатковую информацию комитету. На данный час мы не вивчали цих слов. Спасибо большое, просто очень прошу, возьмите на контроль данные инциденты. Нам защитить нужно в том числе и коллегу Мирошниченко, несмотря на разницу во взглядах, у него тоже пикетировали. И тех политиков, а это за их политические взгляды, чьи квартиры также пикетировали. Потому что, по сути, там есть признаки нарушения, все признаки нарушения в законе о защите персональных данных. Так что, в данном случае, я думаю, нам нужно обратить внимание. Не только. Николай, я вас не перебивала. Давайте все-таки остановимся на том, что у нас комитет, хоть и носит название по свободе слова и информации, но понятие свободы слова защиты прав гораздо шире, чем одна всего лишь профессиональная категория, такая как журналисты. Есть еще свобода слова у обычного гражданина. Мы все-таки журналістов разъядаем, но меня защищать не нужно, по-перше. Но, если вы уже, пані Олену, згадали, то важнейше, мне кажется, чтобы милиция сказала, почему депутатов бьют. Потому что под райотделом милиции Шевченковским побили депутата Ильянка 3 числа, Струсмозков. Разом с ним был адвокат Сидіркизин. Струсмозков разъякнули обличие. Сегодня мы имеем 15 число, никакой реакции нет. Если депутатов, почему я про депутатов говорю, если народного депутата с недоторганностью бьют 10 неведомых по-бандитски прямо на прозіровой отделке милиции, яких журналістей мы можем защищать?